Приветствую вас, и в общем и целом я бы хотел, наверное, поддержать коллегу, который ответил вам самым первым, в общем и целом его мысль верная, только лишь в том контексте, что не думаю, что здесь имеет место прямо лучше алкоголизм, то есть это еще нужно как-то выяснять, например, пугать вас сразу тем, что ваш муж, например, алкоголик, мне как-то не очень нравится эта идея, поэтому давайте пока будем говорить так, что ваш мужчина не алкоголик, а просто любит выпить. Проблема заключается в том, что вы изначально о детях говорили вот самому как бы брату, то есть это была, я понял, ваша идея, ваше желание в основном, и вы как бы изначально встали эту идею под свой контроль в глазах мужчины по крайней мере. То есть это очень важно понимать, что вы изначально сами все делали для того, чтобы, ну вот, если уж не забеременеть прямо одновременно, ну по крайней мере для того, чтобы у вас были дети точно. И именно тот факт, что вы постоянно все время изначально что-то делали, именно вот этот факт как раз и дал понять вашему мужчине, с ним в общем-то делать ничего не надо, вы сделаете все необходимое. Понимаете, в чем дело. То есть ваш мужчина, он на данный момент убежден, что вы сделаете все, что нужно, а он может совершенно спокойно заниматься тем, что ему интересно, как бы получать удовольствие от жизни и в общем-то ни о чем не переживать. И в этой ситуации вам нужно четко так мужчине понять, что, например, абы какого ребенка вы не хотите для себя, абы какой ребенок вас не устроит, вам нужен именно здоровый малыш, у которого не было бы никаких проблем, а для этого нужно, чтобы мужчина, ну, соблюдал ряд условий, которые необходимы именно для того, чтобы ребенок был хороший, и, соответственно, если вы можете так мужчине и сказать, по сути дела, прям, что я вижу, как ты, ну, не очень-то беспокоишься о своем здоровье, и, соответственно, у меня раздирают сомнения относительно того, а какой у нас будет ребенок, то есть будет ли он, например, здоровым. И, соответственно, если я не уверен в тебе, то я не могу и не хочу рожать в таких условиях, и не хочу даже беременеть в таких условиях. Это то, что вы можете сказать своему мужу. То есть, по сути дела, вам нужно, как и сказал мой коллега в своем, в первом ответе, вам необходимо, чтобы у мужчины появилась мотивация для того, чтобы менять свое поведение. И если этой мотивации у него нет, то, соответственно, он и будет так дальше себя вести. Просто потому, что его все устраивает на данный момент. Просто потому, что ему все нравится, у него все есть, у него все хорошо, и недовольны, получается, по сути дела, недовольны только вы. И чтобы мужчина, так же, как и вы, например, был недовольным, вам нужно перевесить на него часть ответственности, перевесить на него часть проблем, ваших проблем. Чтобы дать ему понять, насколько это ответственность. И вот тогда, и только тогда, если мужчина убедится откровенно в том, что, ну, увидит, что вы там перестали, да, как бы стремиться в одиночку только вот к тому, чтобы забеременеть и так далее, если мужчина увидит это, то есть вероятность, что он действительно что-то начнет делать. А пока вы просто говорите ему, пока вы просто высказываете ему, например, определенное пожелание, то откуда же здесь, откуда же здесь взяться какой-либо мотивации что-то делать. И я думаю, что ваша позиция, она заключается в том, что вот почему пишете вы, мужчина, все время, почему мужчина думает, что только женщина должна следить за своими здоровьем. Ага, мужчина так думает, потому что женщина именно это и делает. Только она следит за своими здоровьем. Если женщина изначально берет на себя подобные обязанности, если женщина изначально делает такие вещи, если женщина изначально готова в одностороннем порядке заботиться о своем здоровье, и при этом показывая мужчине, что, в общем-то, ему и не нужно ничего делать, то мужчина так и будет думать. А зачем? Знаете, вы сами не даете мужчине ощутить, что ответственность это ваша совместность, а не только ваша, но и его тоже. И вот до тех пор, пока это будет так, мужчина не будет ничего делать. Мужчина будет, по сути, вести себя подобным образом. Просто потому, что его все устраивает. Вы знаете, вам не нужно обвинять его. Вам не нужно как-то, ну, говорить ему, что он там неправ, что он там неправильно что-то делает. Потому что формально это не так. Формально мужчина не делает ничего дурного формально. Но, практически, он не поддерживает вас. Вы с вашим же стремлением довести детей. И до тех пор, пока вы не измените свое поведение, до тех пор, пока вы не измените направление своего инвектора поведения, и мужчина, к сожалению, не изменит своего вектора направления. Он вам и даст себе. Вы думаете о себе. Покажите ему, что вы не собираетесь нанести игру соответственности за вас обоих. Тогда что-то может получиться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok